То, что здесь написано, называется разложение в ряд. Разложение в ряд функции экспонента от x. Так вот, можем ли мы с вами каким-то способом разложить в ряд не экспоненту, а этот самый экральному кайфу? То есть, существует ли какая-то формула, которая красивым образом, я должен вам объяснить, как разлагается в ряд величина натурального логарифма единицы плюс x, где x это число не очень большое. Дело в том, что в отличие от экспонента, где вот эта вот формула верна всегда, формула для экспонента, она для любого x, какое ни бери, и этот ряд, между прочим, сходится очень быстро. Почему? Потому что здесь все время в числителе умножается только на x, а зато делится каждый раз на все увеличивающееся и увеличивающееся число. То есть, сходимость ряда очень даже хорошая. У натурального логарифма все гораздо хуже. Его удается разложить в ряд, и формула верна для случая, когда число x, к сожалению, только вот такое. Итак, я сейчас беру любое число x от минус единицы до единицы. Это номер двойка. Для красоты, может быть, будет положительная, а для нас, наверное, те же выводки можно сделать и в общем случае. Значит, это беру, беру вот такую площадку. И фишу, что такое натуральный логарифм. От единицы плюс x. Это идиница. Интеграл от единицы до единицы плюс x. ДТ разделить на Т. Так, господа, пока все понятно. Это определение. Это вот эта вот площадь. От единицы до единицы плюс x. А замечательно. А вот дальше я ввожу новую букву. Вместо буквы Т я напишу 1 плюс y. Смотрите, Т у меня менялось от единицы до 1 плюс x. Значит, Т это 1 плюс y. Значит, 1 плюс y меняется от единицы до 1 плюс x. Я напоминаю, я для простоты пока пишу в качестве x положительное число меньше единицы. Хотя, на самом деле, можно было такое же рассуждение провести для отрицательных x. Ответ получился бы такой же. Но вот я беру x больше нуля и меньше единицы. Значит, y у меня идет. Бегает от нуля до x. Отлично. Значит, это интеграл от нуля до x. Ну, d это изменение. Но у d так, потому что единица постоянно уменьшена. Поэтому это будет dy разделить на 1 плюс y. Отлично. Теперь надо вспоминать, что такое единица разделить на 1 плюс y. Господа, была лекция про геометрическую прогрессию. Вспоминайте, чему эта штука равна. 1 разделить на 1 плюс y. y, повторяю, меньше единицы. Диктуйте. Что, что? Неверно. Кто помнит геометрическую прогрессию, сумма которой это единица делить на 1 плюс y? Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. А, были? 1 плюс 1, то есть 1 на 1 в квадрате плюс и так далее на 1 плюс. Да, это не может быть 1 плюс. y вложить на это число, это штука меньше единицы. Это 1 минус. А дальше? Плюс. Что? Плюс что? y вложить минус y в углу. Ребята, вот эта формула у меня, извините, но надо знать. Она очень легко доказывается. И так до бесконечности. Она очень легко доказывается, но ее, безусловно, надо знать. Давайте я объясню, почему эта формула верна. Потому что вообще-то эта формула получается из такой. 1 делить на 1 минус z, это 1 плюс z, плюс z квадрат, плюс z куб, плюс z четвертый, плюс z пятый и так далее, и так далее. Просто надо вместо z подставить минус x. Так, а почему эта формула верна всегда, когда мы будем z меньше единицы? А потому что просто надо перемножить. Вот посмотрите, внимание. Когда умножаешь на 1 минус z единицу, получаешь 1 минус z. Когда z умножаешь на 1 минус z, получаешь z минус z квадрат. Когда z квадрат умножаешь на 1 минус z, получаешь z квадрат минус z. До что? И дальше умножаешь. Уничтожаешь. Минус z, z минус z, минус z квадрат, плюс z. Ну и так далее. Вот. Значит, вот он, тот самый ряд. И я сейчас пишу радостно и весело эту штуку. Интеграл от нуля до х, я вот так и пишу, единица минус у, плюс у в квадрат, минус у, плюс у в четвертый, минус у в пятый, плюс у в шестой, плюс у в седьмой, плюс и так далее до бесконечности, д и у век. Ребята, сейчас проблема. Есть люди, которые знают, чему равен интеграл, есть люди, которые не знают. Так вот, я сейчас не могу никому помочь. Ну просто это действительно отдельная лекция, где надо объяснять, как вычислять интеграл и так далее. Поэтому, пусть для тех, кто не знает, это будет, что называется, повод узнать. В общем, народ, кто знает, тот уже все понял. Кто не знает, тому все равно, сейчас все бесполезно. Ему надо просто идти и, так сказать, это читать. Но вот она форма. Повторяю, для льнуковых х, которая больше, чем минус один и меньше, чем один. И сейчас я объясню, почему я не стирал с этой доски. Смотрите, что здесь написано. То же самое для х равно единице. Поэтому для всех х, которые вот такие, я эту формулу доказал. А еще есть вот то, и поэтому она и она вот так. Для случая х равно единице, эту формулу надо доказывать отдельно. Вот, я ее доказал отдельно, вот здесь. В самом начале нашего сегодняшнего занятия. Помните, я рассказывал про... Дело в том, что в отличие от вас, я понимал, чем все закончится. Вот, и, так сказать, я ее доказал отдельно. Вот, и когда рассказывал, вам помните про единицу? Ну, в самом начале. Вот, итак, эта формула верна для х, равного единице. Здесь вот мы ее доказали для всех х, больше, минус одного и меньше единицы. Ну, значит, она на самом деле верна вот так, да? Она верна вот так. Почему это на самом деле здорово? А потому что это хорошая оценка. Вот, господа, например, пусть х положительное число, тогда понятно вам, что натуральный логарифм х, он будет меньше, чем х. Понятно почему? Если х положительное число, и меньше единицы. Потому что вот это будет вычитаться, а дальше будет, получается, поменьше. А будет вычитаться еще меньше, да? Значит, натуральный логарифм будет меньше, чем х. Но при этом он будет больше, чем х минус х квадрат пополам. Ну, согласитесь, в зависимости от того, насколько вам надо все считать, вы можете взять столько членов этого ряда, сколько нужно, да? Чем больше членов берете, тем точнее вычисление. Но в любом случае мы доказали сегодня очень важную форму. Натуральный логарифм 1 плюс х, где х, вот такое вот, да? Больше минус одного и меньше лировой единицы, задается вот таким вот степенным рядом.